Дорогие участники, уважаемые коллеги, я рада приветствовать вас всех на открытии международной научно-практической конференции «Аутентичный диалог России и франкофонного мира в пространстве культуры, языка, литературы». Для нас уже стала доброй традицией встречаться в апреле на этом значимом мероприятии, где собираются представители не только разных вузов России, но и наши коллеги из-за рубежа. И мне представляется очень важным, что сегодня, пусть дистанционно, присутствуют представители посольств ряда франкофонных стран, которые всегда приветствуют наши инициативы и оказывают нам свою поддержку. Мы очень ценим это сотрудничество. 2020 год – год особенный. В этом году мы, наш университет, отмечаем 90-летие. Московский государственный лингвистический университет, Институт иностранных языков был создан в 1930 году. Для франкофонных стран год тоже стал юбилейным, и мировое сообщество празднует 50-летие основания международной организации франкофонии. Третья ежегодная апрельская конференция проходит в новом для нас формате работы, удаленном. И эта мера, конечно, вынужденная. Мы работаем в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Однако с радостью отмечу, что благодаря усилиям наших сотрудников мы смогли оперативно отреагировать на этот вызов, и в кратчайшие сроки подготовить все необходимое для проведения столь ожидаемого всеми нами события. Все участники, которые планировали приехать и выступить с докладами или просто послушать своих коллег, обсудить важные вопросы франкофонии, зарегистрировались на платформе TrueConf и готовы к работе. В этом году нас около 100 человек участников, и мне приятно видеть такое постоянство, такой интерес нашего научного сообщества к обсуждаемым темам. Хотелось бы отметить, что в этом году конференция отмечена особым разнообразием обсуждаемых тем, как на пленарных, так и на сессионных заседаниях. Темы докладов не исчерпываются вопросами лингвистики и перевода. Мы будем говорить о литературе, философии, истории, культуре. В рамках конференции также проводится серия мастер-классов и дистанционных лекций для молодых ученых, также в формате видеоконференции. Сегодня франкофонный мир находится на этапе динамичного развития. Возрастает роль французского языка в переживающих значительный демографический рост в странах Северной Африки и Африки к югу от Сахары. Также во франкоязычных странах других континентов. Политики, культурная элита, народы этих стран приветствуют и поддерживают развитие проектов в области франкофонии, ощущают себя полноправными членами и, более того, архитекторами франкоязычного сообщества, в руках которых находится будущее французского языка. При этом в полной мере сохраняется многовековой престиж культуры Франции, других франкоязычных стран Европы, франкоязычной Канады. Все также важна роль французского языка как языка международного общения, как в институциональной, так и в научной и культурной сферах. Бывший президент Сенегала Абду Диуф, который с 2002 по 2014 год занимал пост генерального секретаря международной организации франкофонии, однажды сказал «Бен-сюр, он обит ун пей, бен-сюр, он обит ун монде, но он обит оси ун ланг». Осознавать себя в языке родном и иностранном, помогать другим открыть для себя новые языки, культуры, миры, способствовать взаимопониманию на нашей хрупкой планете – таково призвание лингвистов и гуманитариев. И в нашем университете мы всегда стремились и стремимся быть верными этому призванию. В контексте современных вызовов мне представляется особенно важной непрерывность и преемственность нашего с вами сотрудничества. Уверена, что какова бы ни была проблема, мы всегда сможем найти решение, а наша конференция позволит сделать еще один шаг в этом направлении. Ведь наша конференция – это настоящий, подлинный, аутентичный диалог между русофонным и франкофонным миром. Желаю вам всем продуктивной работы и интересных дискуссий. Бон кураж и бон травай и берегите себя!